Здравствуйте, уважаемые зрители. Добрый вечер, Роман. Ну, всё, собственно говоря, ожидаемо. Новый тренер, новые эмоции у Локомотива. Соответственно, интересно будет посмотреть, что новенького. Ну, а вратарь тот же самый Леонид. Сочетание звеньев практически без изменений. И Толчинский идёт параллельным курсом. Два нападающих разбираются перед сей деньгой. Вход в зону осуществлён. Толчинский под ворота. Перевод на этот цигларик. Это где-то мы уже видели 1-0. Так, бах, но там. Наоборот, но, откровенно говоря, просто мои поздравления тренеру авангарда, кто занимается этим большинством. Ну, просто, вот как будто там, вот люди в белых майках, как будто нет. И вроде бы они всё правильно делают, но разобьтесь. Мне такое впечатление, что Пускуаля уже всё знал. Выше ворот, скидывает ловушку. Пускуаля здесь просто спасает. Голкипер локомотива свою команду, потому что Толчинский бросал в упор, но щиток в Пускуале преградил шайбе путь ворота. Говороки авангарда просто вот эти обостряющие передачи. Отловили Толчинского. Едва ли не впервые по ходу первого периода. Сумели и налёт его повалить. Шайбу у него отобрать и вортаку организовать Берёзкин. Нет, Мисюль, нет. Тепченко перекрывает низ. Момент, который был у Берёзкина. Мимо щитка Тепченко бросить ему не удалось. Но, по крайней мере, вот это то, что нужно забирать ярославцам с собой. Вот второй период. Две клюшки, одна из которых Дедунова сбивает шайбу сразу с Панталыку. А вот здесь могло получиться и получается. Алексеев сравнивает счёт. И вдруг они разыгрывают такую комбинацию. А потом как получилось. Да, причём не менее красивую, чем мячи. И практически в таком же стиле разорвали оборону соперника. Ну, это справедливо, всё-таки 1-1 так по игре. Потому что, ну, столько бросков у ярославцев, такая активность. И моменты они создавали. Рука стоит. Если что-то случится, она так, кстати, не сообщит. Полулин бросок. Видит всё Девченко. Шайбу в ловушке не удержал, но, тем не менее, надёжно контролировал. Снова Телегин заметен. Забирает шайбу за воротами. И снова попытка сыграть на отскоке. И ведь проходит. Шайба выходит на пятак. Добивание. Нам повезло к ярославцам в этом эпизоде. Вот, смотрите, здесь ещё и в закруглении ворот шайба попало. Но тут шайба как на мыль и наяпрыгала. Иванов приходит на помощь. Поднимает на синюю линию там Марченко. Шалунов. Держит паузу. И проходит эта передача на пятак. Но не даёт возможности Иванову переправить шайбу в ворот. Просто гесят у него на клюшке соперники. Ещё шанс на добивание. И после броска шайба прыгает. Там в краске перед воротами Девченко. Настоящий штурм в ворот. И Шалунов не попадает в стор. Пока шайбу контролирует. Бросок будет, нет? Ну, конечно. На второй группе заходит. На второй группе заходит. На третий шоу. О, ну всё-таки не проходят. Передачи и дальше очень долго готовят железных оружей. И этот бросок. Непростой получился момент у Авангарда. Вернее, на пятаке Авангарда даже... Так. У нас просмотр. Вот я именно к этому. И на скамейке Авангарда даже успели крикнуть. Может быть тайм-аут. Нужно взять. Помогла техническая пауза. За всем можно. И... Так вообще, что они там хотели... Ну... Да тут, кстати, шайба-то за линией ворот вполне могла оказаться, помимо всего прочего. И вот на самом деле просматривают... Не, ну они не могут после просмотра назначить штрафной бросок. Не, я думаю, не будет ничего. После видеопросмотра было определено. Шайба полностью перезаполила линию ворот. Бол. Ух ты! Вот это да! Шайба полностью пересекла линию ворот. Сквали, пошел, хотел сделать передачу партнерам. А шайба вообще затормозила там за этой трапецией. То есть ее брать нельзя было. Каюмов! Вот это да! Метеором ворвался и неотразимо бросил. 3-1! Такая вообще не для большинства шайба. Да. Нехарактерная атака с ходу. И Каюмов исполнил все на высочайшем уровне. Ну классно. Классно, конечно, забросил. Мощнейший бросок Прохоркина выше. Шайба улетает подбор. Остается за игроками локомотива. Полунем тащит вперед и не промахивается по пустым. 4-1! Алексей Бишнин, редактор нашей трансляции, сообщает о том, что в Балашихе четвертый раз играют соперники между собой. И третья победа ломится Ярославцу. Это чем объясняется? Ехать недалеко на автобусе не очень устали от дороги. Ярославцы очень хотят этому всячески воспрепятствовать. Плюс еще вот Беляев не забивал. Дайте попробую. Но привычно встает на пути шайбы защитник. На этот раз готовец. Звучит финальная сирена со счетом 4-1. Ярославский локомотив побеждает омский авангард. Спасибо зрителям Матч ТВ. Дарья Миронова, Леонид Вайсфельд, Роман Скворцов. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»